Финансовая грамотность населения Мы предлагаем определить цели, на которые мы оформляем кредит Полезный кредит – это кредит для вложения в бизнес или в домашнее хозяйство Такой кредит создает возможность для получения дополнительного дохода Неполезный кредит рассчитан на потребление и непредвиденные события Тем самым вы справляетесь с трудностями за счет заемных средств, которые имеют свою цену Для таких целей лучше использовать сбережение и неприкосновенный запас Отличить хороший кредит от плохого можно по нескольким признакам Срок использования актива, приобретенного за счет кредита, превышает срок кредита Активы, приобретенные в кредит, реализованы раньше, чем он закончился Прибыль получена, а выплаты по кредиту продолжаются Доход, полученный от актива, приобретенного в кредит, выше стоимости кредита Прибыль, полученная в кредит, ниже, чем его стоимость Кредит позволил сэкономить на цене товара и получить дополнительную прибыль. Доход, получаемый после использования кредита, недостаточен для погашения. С помощью кредита был получен доход, достаточный для погашения кредита и получения прибыли. Помимо кредита имеются собственные сбережения или бизнес. Канад взял кредит на покупку автомобиля сроком на 3 года. Вечерами после работы Канад подрабатывает частным извозом. Срок использования автомобиля дольше срока кредита. Кредит выплачен и у Канада остался автомобиль. К тому же автомобиль приносит дополнительный доход. Нурлан взял кредит на 9 месяцев для приобретения телят. Через 6 месяцев он их продал. Срок кредита больше срока реализации телят. Нурлан продал телят, получил доход, но продолжает выплачивать кредит. Мы выяснили, какие кредиты полезны и не полезны. Но даже самый лучший кредит создаст проблемы, если мы не сможем его погашать. Как же определить свою платежеспособность? В этом нам поможет следующая формула. В числителе указываем сумму месячного платежа по кредиту, а в знаменателе – разницу между общими доходами и расходами семьи. Затем все это умножим на 100%. Результат должен быть меньше 70%. Если показатель выше 70%, то возникнут проблемы с погашением долга. Как показывает практика, иметь несколько кредитов возможно. Страшно, когда нет возможности их вовремя погашать. А это называется закредитованностью. Симптомами закредитованности являются. Вы закредитованы, если ваш платеж выше вашего дохода. Вы покупаете в кредит то, за что раньше рассчитывались из собственных средств. Вы используете новый кредит для погашения существующего. Вам приходится обращаться за пролонгацией кредита. Соответственно, платить штрафы и пение за просрочку. Вы используете сбережения для оплаты по кредитам. Вы используете кредит для оплаты текущих расходов семьи. Чтобы иметь хорошую кредитную историю, важно избегать просрочки и неплатежа. Просрочка – это нарушение предусмотренных договором сроков погашения. Неплатеж – это когда у вас нет возможности производить возврат кредита. Поэтому прежде чем брать кредит в банке, правильно оцените свою платежеспособность. Пусть финансовая помощь способствует повышению вашего благосостояния.